Привет, с вами Антон Ким, и в этом видео мы продолжаем изучать творчество Хосера Уля Капабланки, третьего чемпиона мира по шахматам, его атакующие возможности. На этот раз его соперник был ни много ни мало Александр Олехин, будущий чемпион мира. Это был 1914 год, обоим еще предстояло стать чемпионами, но тем не менее партия от этого не становится менее интересной. Олехин играет белыми, Капабланка играет черными. На доске была разыграна испанская партия, и черный избирает ход D6. Ход немного пассивный, но в то время теория испанской партии была еще в сыром состоянии. Большинство игроков даже очень сильно автоматически играли защиту Стейница, так называется этот ход. Конечно, были и исключения, мы еще увидим психованный гамбит Фрэнка Маршалла против Капабланки, но однако в этом случае сам Капа избирает ход D6. Черный отвечает ходом D4, это лучший шанс белых на преимущество, потому что нужно бороться за центр, нужно открывать свои фигуры, ну, нужно активно бороться, тем более, что грозит взятие сейчас на Е5, то есть если просто сделать какой-то глупый ход А6, допустим, то последует С6, БЦ, ДЕ, ну и проблема в том, что теперь на ДЕ Ферр Д8, Король Д8, Конь Е5, позиция белых здесь уже технически выиграна, потому что куча слабостей, лишняя пешка, ну, здесь уже рассматривать нечего. Поэтому на Д4 сыграна ЕД, Конь Д4 грозит сейчас Конь С6, БЦ, С6 с большими неприятностями, поэтому черные играют слон Д7, защищая Конь на С6, Конь С3. Возникла позиция, в которой у черных стесненная позиция, и обычно у нас есть некое правило, что если позиция стесненная, то не выгодно ли нам менять фигуры? Да, возможно, но не в этой позиции, потому что если как-то пойти Конь Д4, скажем, то последует, например, слон Д7, Ферр Д7, Ферр Д4. У белых явное преимущество за счет лучшего развития, за счет контроля над центром, и, в общем-то, практика показывает, что у черных здесь не все так хорошо, потому что на Конь Ф6 последует слон Ж5 с угрозой слона Ф6, ЖФ. Например, слон Е7 длинная рокировка, мы видим доминацию белых фигур на доске, в случае короткой рокировки успевает еще белый провести Е5, и у нас все как-то провисает. На Конь Е8 слон Е7, Ферр Д7, ЕД, Конь Д6, Конь Д5. Это партия из 2004 года, и только белые играют здесь на победу. Поэтому, возвращаясь к начальному порядку, после хода Конь С3, черным невыгодно бить на Д4 из-за того, что просто, ну, можно и проиграть партию. Черные играют Конь Ф6, белые заканчивают развитие, делают рокировку. Слон Е7 тоже хотим закончить развитие. Что делать в этой ситуации? Ну, в наше время вообще лучшая стратегия считается взять на С6, то есть на слон С6, БЦ, и идея потом в будущем провести Е5. То есть, допустим, слон Ф4, поддерживая продвижение Е5, на рокировку провести Е5, и здесь у белых большой процент побед в этой линии. Это партия Найра Балаган 2006 год. Ну, и здесь уже все не так хорошо для черных. Ну, опять же, борьба продолжается, естественно, черные сразу не проигрывают, но такова теория. После хода слон Е7 также, наверное, белые могут вправе рассчитывать на ход ладей Е1. Тогда, скажем, на рокировку последует конь С6, БЦ. И, ну, можно сохранить слона, скажем, пойти как-то слон С4 и продолжать играть эту позицию. Белые здесь все равно будут поддавливать. Ну, наверное, плюсик сохраняется. Сейчас какие-то дебютные моменты сильно погружаться не будем. Однако здесь играет Александр Олейхин, конь Ф5. Идея вообще хода слон С6 в основном, или конь С6, испортить структуру, играть против слабости в будущем. Однако идея хода конь Ф5, который избрал в партии будущий чемпион мира, в том, что он где-то хочет съесть слона на Е7, получить преимущество двух слонов. И он считает, что два слона и усиление контроля над белыми полями, они более значимы, чем ущерб от хода слон С6, БЦ, скажем, и от порчи структуры. Хорошая ли эта авантюра со стороны Олейхина? Я так не думаю, потому что черные уравнивают. А, ну, здесь посыл такой, что если просто сделать рокировку, то последует конь Е7, ферзи 7, например, ладей Е1 с будущим прорывом где-то Е5. И у белых здесь позиция предпочтительнее, потому что у нас истесненная позиция, Е5 грозит. Что делать не вполне понятно, только белые здесь играют на победу. Поэтому терпеть такое неохота. На слон Е7 конь Ф5, поэтому вынужден играть здесь Капабланка, а слон Ф5 отдавая слона. Теперь белые получают два слона в свое распоряжение. Ну и как раз-таки за счет того, что мы отдаем сейчас своего белопольника, у белых усиливается контроль над белыми полями. Рокировка ладей Е1. Что делать в этой позиции? Здесь, конечно, наверное, можно сразу несколько предложений как-то предложить. То есть, ну, какой-то если логичный ход А6 делать, то последует, например, слон Ф1, ферзь Д7, Ж4. Вот такой вот агрессивный ход могут здесь белые поднять. Ну, на самом деле, вообще здесь не очевидно, что у черных все хорошо. Немного непонятно, как черным здесь выкручиваться. Так что ход А6 вряд ли мог бы быть хорошим ходом в этой позиции. Возможно, также можно было пойти как-то ладей Е8. Теперь, скажем, на слон Ж5, А6, слон Х4. Вот уже, наверное, здесь можно как-то А6 пойти. Например, на слон С6, БЦ, ферзь Д3. Ну, тоже возникает не самая ясная позиция, на самом деле, на доске. То есть, мы можем вправе как-то пойти Д5, чтобы пешка на С6 не зависала. Ладей Е2 с идеей сдвоится по линии. Например, ферзь Д6, чтобы нигде в будущем связки не было. Допустим, ладья АЕ1, слон Ф8. Ну, и как-то мы вроде бы успеваем подменять фигуры, и как-то позиции упрощаются. Хотя, все равно, опять же, плюсик за белых здесь сохраняется. Однако, в партии Капабланка избирает ход на ладей Е1, конь Д7. Это тонкая позиционная идея, которую Стокфиш современный уже не одобряет. Но, по-человечески, это такая прагматичная идея. Это смысл в том, что утонченная стратегическая интуиция Капы подсказывает ему, что лучше временно отказаться от контроля поля Д5, чтобы использовать поле Ф6 для слона или для ферзя. Конь при этом отправляется на Б6, и он разгружает и без того стесненную позицию. А и тут стоит вопрос, а что если сразу белые будут играть конь Д5, они ликвидируют вообще еще одного нашего слона, получат чистых двух слонов в этой позиции. Нехорошо ли это? Но чутьёка Пабланке подсказывает, что это нормально, и, в принципе, можно посмотреть по партии, что он оказался прав. Белые продолжают конь Д5. Ну, теперь коня на Ф6 нет, поле Д5 не контролируется. Слон Ф6. Поставили пока что слона на более активную позицию. Конь хочет отправиться сейчас на Б6. Белые пока что играют С3 на ограничение чернопольного слона. Конь Б6, предлагая размен. Конь Ф6, ферзь Ф6. То есть получают белые в свое распоряжение сейчас преимущество двух слонов, чистые, причем. Два слона против два коня. И здесь, конечно, хороший момент, как белым продолжать нагнетать. Возможно, сильный ход был здесь пойти Ф3, замысел которого в том, что, ну, потянули пока что фигуры. Слон готов войти в игру, ладья готова войти в игру. Что делать? Ну, предварительный вариант, скажем, если просто пойти как-то, например, Конь Е5, отойти, скажем, от боя. Ферзь Х3, то есть даже не ФБ7, потому что за такими пешками никто не охотится. А идея хода ФБ3 сейчас пойти Ж4. То есть на С6 слонов 1, Д5, Ж4, и снова белые играют на победу, белые поддавливают, и как-то сложно будет сейчас отбиваться здесь черным. Это одна из идей. Однако здесь уже Олегин бьет слон С6, и вероятно, что белым лучше было избежать этого размена. Я думаю, что в некотором смысле белые оказали своему сопернику услугу, потому что отдали одного из своих слонов, и теперь двух слонов нету. И скорее изменили, нежели повредили структуру черных. То есть БЦ бить нужно, конечно, Ферзь Ф3 с нападением на пешку С6. Ладья ФЕ8 была сыграна, но побороться за вертикаль, напали на ладью. Слон Е3, белые, не намерены меняться. С5, то есть чтобы пешка нигде не провисала. Здесь, конечно, был какой-то любопытный ход Б4 у белых, но он не работает, потому что последует Ферзь С3. Теперь на БЦ, ДЦ, например, ладья АЦ1, ну, с идеей того, что какая-то компенсация же должна здесь находиться у белых. Ферзь А3, отошли от боя, Ф6. Кажется, что вроде все плохо для черных, и позиция разваливается, но вот находится конь Д7, и оказывается, что не все так просто. Теперь на ФЖ конь Е5 с нападением на Ферзя, и как ни странно, я считаю, что позиция черных лучше. Король, на удивление, в безопасности, несмотря на вражескую пешку на Ж7. В общем, конь на Е5 излучает силу, и мы владеем еще несколькими проходными пешками на фланге. То есть не все так просто, грязи С4, конь будет ее защищать, пешка на А2 слабая, так что у черных здесь полная игра, поэтому на С5, Б4 было бы играть неактуально. Белый пока что играет ладья Е2 с идеей пойти ладья АЕ1. Здесь Капабланка отвечает ладья Е5. Идея не столь даже в том, что мы сейчас просто напали на пешку, мы хотим сдвоиться. Где-то попутно мы, конечно, тоже напали на пешку. Ну и централизация такая своего рода. Ладья АЕ1. Что делать? Ну, было бы максимально глупо побить на АЕ5 ладьей, потому что последует слон Ж5, и проблема в том, что сейчас висит ферзь и висит мат. Потому что просто отступить ферзи 6, последует ладья Е8, ладья Е8, ладья Е8 с матом, мы проиграли партию. А бить ферзем тоже не вариант, потому что на ферзи Ф5, ладья Е5, слон С5, тоже висит мат. Отыграли пешку белые, ну, здесь ничего черные не добились. Поэтому на ладья АЕ1 играет здесь Капабланка ладья АЕ8. И черные, по сути, отказались от ферзьевого фланга. Капабланка, как и Фишер, почти религиозно верил в силу централизации своих фигур. Обратите внимание, что фигуры довольно активны. И в данном случае Капабланка играет на то, что укрепление королевского фланга приведет к прямой атаке на короля белых. Почему я сейчас так говорю? Потому что черные ушли со своего ферзьевого фланга и допускают ход ферзь Б7. То есть белые просто сейчас заезжают за нашими пешками. И кажется, что все хорошо, потому что король в безопасности, а мы хотим сейчас просто съесть пешки. И вроде бы все должно быть неплохо. Но оптимист, конечно, был Олехин, но недооценил силу предстоящей атаки черных. То есть, возможно, в этой ситуации, ну, опять же, забегая вперед уже постфактум, когда уже партия прошла, конечно, уже можно сказать, что, наверное, имело смысл пойти как-то с лоной в 4, пойти на упрощение, предложить размин ладей. Теперь на ладей Е2, ладей Е2. Ладей Е2, скажем, ферзь Е2, А6 форточку сделать на ферзь Е8 шах, как-то король А7. На ферзь Е4 и играть эту позицию. Однако Олехин в партии избирает на ладья АЕ8 ферзь Б7. Вопрос, конечно, такой еще возникает по ходу партии. И как понять, когда нужно охотиться за пешками, а когда лучше этого не делать? То есть, решиться или сдержаться? И в целом, ответа на этот вопрос какого-то шаблонного нет. Наверное, по ходу партии стоит прислушиваться к своей интуиции, но в случае сомнений, наверное, стоит отказываться. Ну и для этого, наверное, тоже стоит больше подобных партий изучать. Однако, вот как раз-таки Олехин играет в ферзь Б7. Посмотрим, как Капабланко начал опровергать это решение будущего чемпиона мира. Капа играет ферзь Ф5, отдает пешку Ц7, ферзь Е6. Строился по вертикали Е, ферзь А7. То есть, просто сыпется весь фланг сейчас. Казалось бы, за что? Капабланко играет конь Д5. С идеей перевести коня на Ф4, и очень грозная атака здесь возникает. У черных что делать в этой позиции, не вполне понятно, потому что конь Ф4 очень страшная угроза, если пойти Ж3. Что в партии не последовало, есть сильный ход Х5. Идея хода Х5 в том, что я все равно хочу пойти конь Ф4. То есть, если сделать какой-то глупый ход А3, последует конь Ф4. И на деле выясняется, что, ну, просто нет защиты в позиции. Потому что если на ЖФ последует ферзь 4 шаг, король Х1, Ф3 шаг, король Ж1, ладья 8, Е6. Просто уже фактически грозит мат. Поэтому надо как-то делать форточку ладья Д2. Допустим, ладья Ж6 шаг, король Ф1, ладья Ж2. Ну, и позиция просто разваливается. Теперь на ФЕ у нас забрали ладью, у нас не хватает кучи материала. Но после ладья Ж2 от мата или от больших потерь нет никакой защиты. А самое интересное, почему мы должны играть Х5? Что это за странный ход такой на Ж3? А идея в том, что если мы сразу играем конь Ф4 на ЖФ, ферзь 4 шаг, король Х1, ферзь в 3 шаг. То же самое, что было и в предыдущем варианте, король Ж1. Проблема в том, что у нас нету сейчас хода просто ладья 8, Е6. Потому что у нас не защищена последняя горизонталь. Ход Х5 это своего рода форточка как раз таки. То есть мы вынуждены играть как-то ладья 5, Е6. Например, ладья Д2, ладья Ж6 шаг, король Ф1, ладья Ж2. Но, опять же, мы ничего не успеваем сделать. Вот как раз таки трагедия одного темпа. Ферзь Д7 успевает еще пойти. На белой висит ладья, и король не защищен от мата, получается. Так что Ж3 нарывался ход на Х5 и на конь Ф4. Однако в партии Олехин сыграл спокойненько король Ф1. В целом эта партия была сыграна на ранних этапах Олехина, когда он еще не был Олехиным. И даже когда он стал ним, защита никогда не была его сильной стороной. Проблема в том, что атака черных выходит из-под контроля. После панического хода белых королев Ф1, ну и дальше начинается конь Ф4. Что делать, не вполне теперь понятно, потому что брать коня нельзя, потому что, ну, зависает просто на Е2 с большими неприятностями. Кроме того, уже нужно следить за ходом конь Ж2. Слон белых с изумлением смотрит на то, как легко конь маневрирует вокруг него. И что делать в этой позиции уже тоже не вполне понятно. А белый избирает ход ладья Д2. И на деле, опять же, уже смотря после партии, анализ, у Капабланки здесь был прямой выигрыш. Это Ф4, шах сразу пойти. Пропустил этот момент нокаутирования Капа. Теперь на король Ж1 проблема в том, что последует конь Ж2. Мы уничтожаем просто прикрытие белых, что делать непонятно. На король Ж2 последует ладья Ж5, шах, жертва ладьи. На слон Ж5, ферже 4, шах. Король Ф1, ферже 3, шах. Король Ж1, ладья Е1 с матом. То есть был прямой сразу выигрыш здесь у Капы. Однако он этого не находит в партии. Ну, возможно, также легко выигрывает ход и ферже 4 с нападением на Ж2. Теперь в случае хода Ф3 защитить пункт Ж2, ферже 6. Ну, здесь это легко выигрывается позиция, потому что как защищаться тоже не вполне понятно. Но то, что делает Капабланка в партии тоже не менее, скорее всего, сильно. Это конь Ж2. Пешки королевского фланга белых оказываются не такими уж непробиваемыми, как представлял себя Лехин. Ход Капабланке идея правильная, очень сильная, но все же только третий по силе ход. Олехин отвечает, король Ж2, ферже 4, шах. Король Ф1, ферже 3, шах. Король Е2, ну, по-другому просто никак, потому что на король Ж1 просто ладья Ж5 и сдаваться можно. Поэтому король Е2, король вынужден уходить гулять. Вопрос только в том, как продолжить атаку. Что делать? Черный играет ладья Е3. Ну, сказал А, говори Б, нужно дальше вскрывать игру, иначе как продолжать? ФЕ, ферзь Е3, шах. Белые сбрасывают пешки, как змея сбрасывает старую кожу, отдавая свой королевский фланг в обмен на пустой кошелек. И что делать? Ну, король Д1 сыграно, ферзь Е1, шах. Король С2, пока что все форсировано, ферзь Е4, шах. Что делать в этой позиции? В партии последовал ход король Б3. Может быть, было поточнее пойти король С1. Ферзь Ф4 подвязали, где-то на пешку надавили. На ферзь Д7 с нападением на ладья Е1, шах. Например, король С2, Х5. Белые проигрывают, но все еще могут оказать некоторое сопротивление. Однако Олехин, потрясенный, снова ошибается, играет король Б3. Белые получают, в общем-то, немедленный нокаут. И сможете ли вы найти то, что упустили два чемпиона мира? Здесь играет КП Бланка ферзь А6, однако прямой выигрыш был. Это ход ладья А8. И проблема в том, что если ферзь уходит, то грозит просто ферзь А4 с матом. И на этом партия заканчивается фактически. То есть тут нужно какими-то единственными ходами спасаться. Ну, скажем, если как-то пойти ферзь Д7 держать под контролем поле А4, последует С4, шах. Король Б4, ладья Б8, шах. Король А3. Ферзь Д3 с нападением на ладью. На ладья Д6 ферзь С5, шах. На Б4 ЦБ. Защиты здесь нет. КП Бланка этот момент не увидел. На ферзь Д4, король Б3. Он сыграл пока что ферзь С6. Ну, тоже можно. В принципе, тоже выигрывают здесь черные. А4. Олехин отчаянно надеется предоставить своему королю хоть какое-то убежище на А2 или на А3. Как воробей строит свое гнездо, веточка за веточкой. Но проблема в том, что этого недостаточно, чтобы удержать ястреба на расстоянии. Пока что отвечает ходом Д5 здесь КП Бланка. Что делать? Олехин продолжает ходом А5. Ну, и не открывает ли это возможность дать шах на Б5. Но на самом деле сложно здесь что-то посоветовать у белых. Ужасная позиция. Если просто как-то пойти ферзь А5, допустим, то прилетает на ладе Б8, на король Ц2. Ферзь Ж6. И, ну, просто здесь позиция быстро разваливается. Король Ц1. Ферзь Ж1 шах. И на король Ц2 там даже вот такой ферзь А1 с нападением на Б2. Ну, на деле я могу еще привести ходов 10. И где просто черные ставят форсированный мат фактически. Потому что, ну, позиция становится незащитимой. В общем-то, от безвыходности. Поэтому Али Хинта А5 и играет. Получает ферзь Б5 шах. Король А3. Ладе Б8. Ну, грозит. Сейчас просто грозят угрозы, как говорится. Поэтому король А2 сыграно. Здесь спокойно. Никакой спешки. Капабланка играет А6. Прикрывает спину, прежде чем приступить к делу, чтобы нигде последняя горизонталь не провисала. Что делать, не ясно. Если, ну, как-то стоять на месте, например, ладе Ц2 играет, то последует ладе Е8. Теперь на ладе Ц1. Ну, чтобы самим не допустить. Там, да, где-то ладе Е1 последует, например, ладе Е2 с нападением на Б2. Ферзь Б6. Какими-то последними силами защищаются белые. Ладе Б2 последует. Король А1. Ферзь Б6. АБ ладе Б6. Ну, позиция все равно безнадежна. Как правило, входить в окончание с ладей пешкой за три пешки против Капабланки плохая идея. Ну, все-таки у черных, да, мы видим три лишние пешки. Это такая себе идея. На А6 сыграно А6. Ну, и после хода ферзь Б3 шах. Олехин сдался, потому что у него не было никакого желания продолжать, скажем, на король Б1 ладей Е8 с угрозой. Ладей Е1 на ладе Ц2. Ладей Е1 шах. Ладе Ц1 ладей Е2. Ну, и, конечно, больше ловить здесь нечего. Показательная партия. Она в первую очередь о том, что атака важнее пешек. И в целом, опять же, с точки зрения концепции, допустим, да, у нас игра протекает сейчас на королевском фланге. Олехин же нарушает какой-то базовый, фактически, стратегический принцип, да, уводит свою главную фигуру на другой фланг. И, получается, король остается без главного своего защитника, да, фактически. Интересная партия, показательная. И что мне нравится в каждой партии Капабланке, это именно всегда он вводит все свои фигуры в игру. Даже ценой пешек, например, или даже каких-то фигур в отдельных случаях. И это повод задуматься. Как вам партия? Поделитесь впечатлениями. У меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!